Сегодня моя тема влияние дрожжей АПЛ на биополе человека. Мы все с вами, когда проводим презентации, говорим, что наше дрожжей, оно работает в трех направлениях. Это наше физическое тело, это наше информационное тело и наше энергетическое тело. То есть вот на биополе. Прошлый вебинар, моя тема была влияние дрожжей на ДНК человека. И вот сегодня я выбрала эту тему, то есть решила продолжить ее. Почему? Потому что многие, когда начинаешь говорить о том, как работает наше дрожжей на человека и на его энергетическое тело и на биополе, многие задают вопрос, каким же это образом. Так мы сегодня с вами немножечко разберемся в этом вопросе. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Видно, слышно? Если хорошо видно и хорошо слышно, то я буду продолжать. Вот вы все знаете, и у всех, я думаю, что наверняка у всех есть вот такой вот наш пробник, нашего замечательного дрожжей. И вот здесь написано, почему технология аккумулит эсэй так работает. И написано, что человеческий организм – это живая, открытая система, состоящая из энергии, вещества и информации. Вещество, вы все знаете, что вещество – это наши ткани, кости, органы. И они получают питательные вещества извне, забирая нужное и выбрасывая ненужное. Это называется обменом веществ. Следующий – это энергетический уровень, то есть совокупность взаимосвязей частей системы и управления ею. Носитель информации реализуется через поле электромагнитной или иной природы. И, в свою очередь, вещество и энергия создают информацию, которая, как вы знаете, может быть отрицательно заряженной или положительно заряженной. Следовательно, положительная информация и настрой на здоровье будут притягивать к себе такую же положительную информацию. Так вот, немножечко разберемся, что же такое биополе человека. Вот вы на слайдах видите фигуры человека и вокруг него вот такое поле, вот такая аура. То есть ученые, в последние годы ученые говорят о том и ведут много споров о том, что же представляет собой биополе человека. Самые последние исследования науки дают право говорить о том, что в действительности вокруг человека существует некое поле, наделенное уникальными свойствами. Точного определения этого понятия, так же как аура, информационная структура организма, что по сути это одно и то же, в словарях мы не найдем. Но попробуем разобраться, что же такое биополе. А большинство ученых сходятся на том, что биополе или аура, кому как удобно называть, это комплекс магнитного, электрического, гравитационного, ядерного и других природных полей, которые окружают все живые существа. Как показывают наблюдения, каждый человек, животное и даже растения от рождения помещены в особый энергетический кокон, сплетенный из акустических, электромагнитных, тепловых и других волокон. Именно благодаря этим излучениям все живые объекты могут стать частью огромной вселенной. Причем очень уникальной частью биополе несет информацию о каждом органе человека, обо всех имеющихся заболеваниях. Оно представляет собой невидимую энергетическую оболочку, которая одновременно связывает нас с окружающей средой и отделяет от нее. Существование своеобразной невидимой защиты, как биополе аура, подтверждено научно, так как его можно зафиксировать специальными приборами, как любое другое электромагнитное поле. Снимки биополя человека показали, что оно имеет яйцевидную форму. Вы вот здесь вот на слайдиках видите, что оно вот такой яйцевидной формы и распределяется на 2-5 метров в разные стороны от тела. Но если организм болен, то биополе гораздо меньше и в нем возникают разные дыры. Вы об этом тоже все знаете. Многие говорят, вот смотрите, вот здесь на этом слайде, да, вот показано в середине человек, вот такое у него красивое ровное поле. Вот здесь уже видите, есть какие-то пробелы, прорехи, вот здесь вот оно такое вот неровное. То есть это человек, когда начинает заболевать, у него вот образуются вот такие, как говорят, дыры в биополе. Нарушается целостность энергетического кокона. И сегодня часто состояние биополя врачи используют как показатель здоровья, молодости и энергетической защиты. Происхождение биополя с точки зрения физики. Что же это такое? По мнению ученых, источники биополей – это клеточные мембраны живой материи. Колебания атомов, из которых строятся клетки, создают полярность и мощность электрического окружения. Оказывается, именно характер клеточных мембран влияет на взаимодействие между двумя людьми, вспышку страсти или наоборот конфликты. Электромагнитным экспериментальным путем каждый желающий может установить самостоятельно характер своего биополя. Для этого нужно воспользоваться биолокационным маятником, роль которого может выполнить любой симметричный предмет, подвешенный на длинной нитке. Но я думаю, что многие, вот в детстве многие брали такие маятники, проверяли, над ладонью ставили, и он начинал свои колебания. Нужно поднести этот маятник в спокойном состоянии к протянутой ладони, и он начнет свои колебания, подчиняясь полярности вашего магнитного поля. Это могут быть продольные или поперечные колебания, а также круговые и комбинированные колебания. В ходе наблюдений ученые установили, что люди с продольными колебаниями отличаются от личными адаптационными способностями. Они коммуникабельны, добры, но недостаточно активны. Такие люди представляют наибольшую часть любого общества. Самые активные люди с поперечным биополем, их отличает напористость, стремление к риску. Из этого числа выходят политики, талантливые бизнесмены. Наименьшее число людей с колебаниями комбинированными. Эти люди обладают артистичностью, яркостью, но обладают неуравновешенностью. Жизненными неуравновешенностью, но жизненными и жизненными неустоявшимися позициями. Это люди-богемы, это люди шоу-бизнеса. Люди с круговыми колебаниями наиболее комфортны в общении и совместной деятельности. Знаете, каждый, кто сейчас слушает эту информацию, вы точно так же можете проверить свое биополе. То, что я когда писала этот материал, мне было очень интересно пойти и посмотреть, какие же колебания выдаст маятник, если я подставлю ладонь под этот маятник. Знаете, скорее всего, каждый, кто здесь есть, кто приходит в нашу компанию, кто остается в нашей компании и предан нашей компании, скорее всего, у людей этих круговые вращения, круговые колебания. Грустная правда состоит в том, что разные биополя плохо уживаются друг с другом на биологическом уровне. Люди с поперечными продольными колебаниями интересны друг другу, но уживаться долго не могут. И комбинированные способны дружить только друг с другом с такими же чудаками, каковыми являются сами. Исключением являются люди с круговыми колебаниями. Они чаще других находят настоящую любовь. Видеть биополе могут люди с определенными способностями. Вы это тоже знаете. Многие, наверное, из вас смотрели различные передачи, которые с экстрасенсами проходят. А есть люди, которые имеют особые особенности и способности. Они видят ауру человека. И еще можно при помощи специальных приборов определить, какая у человека аура. Ну, наверное, многие ходили, может быть, на диагностике, потому что приезжают специальными приборами люди, доктора, которые проверяют ауру человека. Диагностика биополя проводится по излучениям различной цветовой гаммы, но по их интенсивности цветов по размерам, форме и наличию дефектов. У здоровых людей аура в виде яйцевидной формы, которая светится как вокруг физического тела. Вот вы видите здесь, да, вот разные цветовые гаммы, синие, красные, есть различные голубые. И вот если у человека здоровая аура, она будет вся ровная. И вот вы на втором видите, что разрушает биополе человека, вот здесь есть вот такие вот моменты, когда аура вот прерывается. Значит, этот человек уже имеет какие-то проблемы со своим здоровьем. Сильное энергетическое поле служит защитой от любых проблем, от всего, что может навредить телу, душе и духу. Чем больше размеры, плотность и крепость ауры, тем лучше состояние человека. Знаете, вы можете в интернете просто в гугле набрать калькулятор по дате рождения и просчитать свою ауру. Я там тоже посмотрела, но я вам не буду здесь это подробно говорить, просто вы сами это все можете просмотреть и просчитать именно свою ауру. То есть, если у вас там есть специальная шкала, и если ваша аура больше 30, то ваша аура будет сильная и здоровая. Когда у людей слабое биополе, они ощущают воздействие извне. Это ухудшает их самочувствие. У них нет карьерного роста, счастливой семьи, мало места для позитивных мыслей. Вы, наверное, тоже наблюдали, бывают такие, встречаются и в окружении в нашем встречаются люди, у которых есть депрессия, а у которых ничего не хотят, которые действительно двигаться не хотят в этой жизни. Вот у них действительно аура ослабленная. Любые недоброжелатели и просто злые на язык люди могут без труда пробить биополе человека. То есть, как вот в народе говорят, сглазить, приворожить, навести порчу и просто навредить энергетически. Также вред может нанести себе человек сам. Каким же образом? Если он завистлив, если он похотлив, ревнив, обидчив, полон ненависти, имеет вредные привычки, много ругается, ленится, неправильно питается, получает негативную информацию и прочее. И поэтому он получает серьезное поражение биополе. А это серьезное поражение человека, биополе человека, грозит даже гибелью человека. Как же можно защитить и можно ли вообще защитить свое биополе и что для этого необходимо? Вот тут вы видите, да, вот слабая аура, сильная аура. Вот написано, изменения в теле следуют за биополем. Если человек болен, значит, ваше биополе тоже будет больным. И вот на этом слайде написано, бич 21 века, синдром хронической усталости. Вы, наверное, видели в своем окружении людей, которые действительно имеют серьезную хроническую усталость. Потому что на сегодняшний день наш век очень стремительный, время бежит быстро, люди хотят успеть все. И действительно, очень многие загружены работой, семьи, многих дачи. То есть вот это все действительно сказывается на человеке, и он приобретает хроническую усталость, и его аура ослабевает. Если у вас есть любые негативные воздействия, то нужно очищение. Можно медитировать, слушать релаксирующую музыку, делать дыхательные упражнения. Природа, вот пойдете на природу, в лес, в парк, это тоже очень хорошо сказывается на отдыхе, это хорошо сказывается на настроении. Ароматерапия, звон колоколов, здоровое питание, духовная музыка улучшают ауру, успокаивают, устраняют негативные мысли, наполняют энергией, очищают пространство и биополе. Можно принять аромаванну, выспаться хорошенько в тишине, послушать музыку, съесть что-то вкусненькое. То есть побаловать себя отлично помогает, помогают духовные практики. Я знаю, что многие-многие партнеры нашей компании, они именно занимаются различными духовными практиками. Доказано положительное влияние молитвы на биополе человека. Многие действительно молятся, многие обращаются к Богу. И вот доказано, что большое положительное влияние молитвы на биополе человека. Происходит увеличение биополя. Молитва высвобождает дополнительную энергию, соединяясь с энергией биополя квантовой божественной энергии. Биополя становится чище, шире, плотнее. Важно помнить, что заботясь о своем здоровье, вы не только бережно бережете в хорошей форме свое тело, но и поможете оставаться в целостности своему биополю. А это определяет вашу взаимосвязь с окружающей средой. Таким же образом наш замечательный продукт и наше замечательное драже АКОМУЛИТ ЭСЭЙ влияет на наше биополе. Сейчас немножечко разберемся. Вот видите, в центре биополя человека. И вот тут вот с одной стороны вы видите, что какой продукт на что влияет. Это GTS, это MELS, это GROW, RELAX, это BRAIN. То есть все наши продукты влияют на биополе человека. Каким же образом? Об этом очень подробно объясняет биофизик Андрей Кузнецов. Вы, наверное, все его знаете, все смотрели его видеоролики, объяснения, действия нашего драже. Андрей Кузнецов, автор нескольких монографий по теме биофизики, электромагнитных воздействий, доктор биологических наук, академик Российской Академии Естественных Наук. Многие задают вопрос, а как наш продукт устроен, что он так интересно работает и что получаем мы такие потрясающие результаты по его применению. Существуют разные способы экстракции из растений, из клетки растений. Мы все знаем с вами, что еще с древних времен люди пользовались растительным сырьем, люди пользовались растениями для оздоровления, для лечения каких-то болезней. Но каким же образом, вот вначале были, смотрите, вот здесь есть такой слайдик, сушили, толкли, затем делали настои, сделали отвары. Таким образом, люди давным-давно применяют все растения при различных заболеваниях. Но, смотрите, это было давно, это было раньше, да, и вот это, как называется, экстракция различных полезных веществ из растений таким была образом. И вот эта экстракция в нашей технологии делается совершенно уникальным способом. Этот метод экстракции, который реализован в нашем продукте, ученые сравнили с разрядом молнии во время грозы. Они говорят, что это правильное сравнение. Многие же из нас летали на самолетах, и мы иногда попадали с вами в воздушные ямы, в этот воздушный поток турбуленции. Когда вот этот воздух двигался, самолет попадал в эти ямы, вот так вот, это вот турбулентность называется. Во время грозы точно так же происходит аналогичное явление, когда при разности зарядов в атмосфере происходят такие же перемещения воздуха по турбулентному принципу. Так вот, в нашей технологии Аккумулит Эссей в турбулентном процессе идет извлечение полезных веществ из сырья. Вы все это прекрасно знаете, что наша технология – это очень современный метод экстракции различных полезных веществ из растений в наши дрожжи. При таком извлечении экстракты не окисляются, не подвергаются термической обработке, фактически находятся в первозданном виде, как в природе. И это замечательно в нашем маленьком, и это запечатлено в нашем маленьком драже. Что мы извлекаем для себя из этого продукта? Конечно же, различные природные компоненты, биофлавоноиды, кварцетин, витамины, микроэлементы, необходимые нашему организму. А микроэлементы и ферменты и гормоны – это и ферменты, и микроэлементы, и гормоны. И у многих людей при развитии тех или иных заболеваний как раз происходит нарушение микро- и макроэлементного состава. И если регулярно использовать наши продукты, мы восполняем свой организм этими элементами. Таким образом мы настраиваем функциональность своего организма и функциональность всех систем нашего организма. При многих заболеваниях нарушается не только взаимосвязи на клеточном уровне в организме, но и нарушается среда в нашем организме между клетками. То есть происходит закисление организма. Многие микроэлементы, за счет того, что они обладают индивидуальным электромагнитным, химическим зарядом, смещают эту закисленность в нормальную сторону и, соответственно, восстанавливают нормальные физиологические процессы. То есть смотрите, вначале я говорила, что все живые организмы, это и человек, и животные, и растения, они имеют биополе. И если таким образом все микроэлементы, попадая в наше драже при нашей замечательной технологии, сохраняют свой первозданный вид, значит, таким образом, я так лично понимаю, что наше драже влияет еще и на наше биополе, потому что когда человек здоров, мы уже об этом говорили ранее, то и биополе человека будет здоровым. Дальше. Ну, знаете, если мы с вами все здоровы, если мы все с вами энергичны, у нас есть с вами мечта, у нас есть с вами цели, поэтому мы стремимся с вами исполнить все свои мечты и цели. И вот, смотрите, вот система ГОУ немыслимо без мероприятий. Следующее мероприятие, мы вот недавно только были на мероприятии в Астане, и следующее мероприятие уже у нас намечается 30-31 октября в городе Ташкент. Так что всех приглашаю на это мероприятие, все наши партнеры, там вас ждет очень грандиозное мероприятие, грандиозные впечатления, море эмоций. Также, кто уже выполнил промоушен на марафон президента, вас тоже ожидает великолепный марафон от нашего президента, дорогого нашего Сергея Сергеевича Куликова, который подарил нам с вами замечательную компанию APL и наш продукт, при помощи которого мы с вами оздоравливаемся не только свое физическое тело, но и информационное наше поле и биополе. А следующее еще у нас предстоит 11 ноября, у нас предстоит шикарное мероприятие, фееричное мероприятие. Это день рождения нашей компании APL Planet. И знаете, я вот вас хочу немножечко вот такими слайдиками напоследок, в конце своего выступления, когда мы были на этом замечательном мероприятии в городе Астане, форум «Взлетай, побеждай», когда приезжал наш Сергей Сергеевич Куликов, когда мы получили массу энергии. От него идет такая энергия, это просто невозможно даже устоять на месте. Мы встречались с Ниной Семеновной Шушуковой, с Эммой Поль, с Эдуардом Поль, с Владимиром Неп, с Вальдемаром Неп. То есть вот здесь вот вы видите на слайдиках вот команда, все такие заряженные, встреча была с различными, из разных городов приехали наши партнеры компании APL. Это были великолепные спикеры этого форума. Это столько было эмоций, столько новых знакомств. Это было что-то очень интересное. Поэтому все дорогие партнеры, у кого есть желание, у кого есть намерение, поехать на различные мероприятия нашей компании APL, пожалуйста, вперед. А сейчас я хочу вам всем пожелать здоровья, великолепных путешествий, встреч, эмоций и поблагодарить всех вас за то, что вы здесь все присутствовали, поблагодарить всю нашу команду, которая здесь присутствовала. И также хочу выразить свою благодарность всем организаторам большого мероприятия в городе Астане форума «Взлетай, побеждай», всем спикерам и всем участникам этого форума. На этом мое выступление заканчивается. Благодарю вас еще раз. Спасибо вам большое. Спасибо вам.